Как 14 человек усадить в 13 кресел? Пляски вокруг состава Центра избиркома продолжаются. Депутаты придумывают варианты, спорят и даже намереваются подкорректировать закон. Так будет ли новый состав ЦИК и когда? Об этом в материале. На чем остановились, того и начали. Вопрос обновления Центра избиркома снова звучит в парламенте. Правда, дальше с заявлений дело не идет. Да и заявления не изменились. Народный фронт поддерживает требования о представительстве всех фракций и групп в составе ЦВК. Это соответствует принципам парламентской ассамблеи Ради Европы. Народный фронт наголошу на как на швидше призначение Центра избирательного. Попросы о его обновлении не diskutуются. Наша фракция заявляет, до тех пор, пока президент Порошенко не внесет 13 кандидатур на 13 вакансий, наша фракция не будет голосовать ни за какие-то другие решения стосовно Центральной избирательной комиссии. Потому что это профанация. Центральная избирательная комиссия, про обновление которой я говорю, это один из элементов для того, чтобы были честные выборы, чтобы влада не фальсифицировала результатов. Но это абсолютно недостаточно для того, чтобы навести порядок в стране. Мы предлагаем план, который даст возможность радикально, радикально почистить это гниле политическое болото. Закон о выборы на новой пропорционной основе. Ликвидация коррупции на мажоритарстве. Закон о процедуру импичмента президента Украины. Закон о тимчасовом следствии Комиссии Верховной Ради, как реальный инструмент парламентского контроля. Новый склад Центральной избирательной комиссии. Сказание депутатской недоторганности. Правда, в блоке Порошенко все аргументы отбрасывают и не видят причин не рассматривать вопрос. Каждая фракция та группа, которая называет себя демократичной, обещала своим выборцам заменить старые кадры Януковича в центр выборчкоме. Когда же справа дошла до реального голосования, те сами политики начали шукать штучные причины не оновливать ЦВК. Хотя процедурных перешкод для этого нет. Поэтому, шановная паня Голововича, просим оголосить перерыв. В Ради снова перерыв главы фракции ушли обсуждать дальнейшее голосование в блоке Порошенко. Проблема с тем, что кандидатов больше, чем мест, решили исправить на уровне закона. И предлагают расширить состав ЦИК. Напевно, будут вносить изменения до закону про Центральную избирательную комиссию. Погодившись с тем, что все достойные кандидаты, все отвечают качественным характеристикам и ответственным вымогам профессийным, внести изменения в закон про Центральную избирательную комиссию. Скорее всего, что такие пропозиции будут рассмотреться. Но вот в Народном фронте с этим не согласны. К тому же изменения закона о Центрозбиркоме за один день нарушит регламент Верховной Рады. Мы должны думать о том, как принимать государственные решения, не подтасовывая законодательство под такое решение. Каждая фракция должна быть представлена. Это наша позиция. Поэтому мы ожидаем чуткого подания президента, что 13 кандидатов внесено в сессийный зал. На самом деле это смешно. Это просто детский садочек. Потому что я скажу, сколько этих табуреток еще будем доносить? До какой межи? На самом деле это вообще скринька пандора. Потому что когда начинать увеличивать склад какого-то органа, только потому, что там кому-то не хватает места, это неправильно с любой точки зрения. Мало того, если мы поднимемся на регламент Верховной Рады, то мы увидим, что принятие такого закону, оно не отминно приведет к порушению регламента. Потому что вопрос 14-денного срока на внесение альтернативного законопроекта. Тем не менее, опять к четвергу нардепы пообещали что-то дорешить. Оппозиционный блок, чьих кандидатур на представление вовсе нет. Любые договоренности поддерживать не будет. В всех демократичных краинах криза на доверие вырешивается шляхом позачерговых выборов. Мы пропонуем простые и честные решения. С классными мандатами и призначит перевыборы. Если осталась совесть и повага для собственных граждан, пропоную всем сделать выбор на користь будущей Украины и начать процесс обновления влады. Да и в целом, фракция решила бойкотировать любые голосования, пока в повестке дня не появятся социальные вопросы. Мы не будем голосовать, пока людям не заплатят зарплату. Что это вообще за государство, когда шахтери спустились в шахту, отработали, выдавали вугилля, станции его забрали, продали электричную энергию, а людям, которые выдавали вугилля, не рассчитывали. И второе вопрос, это законопроект 4471, чтобы надать возможность переселенцам голосовать в тех местах, где они сейчас живут. Это абсолютно справедливые требования людей, которые парламент должен принять. А парламент не желает этого делать, поэтому мы не видим возможности поддерживать всю эту макулатуру. Но вместо социального, в Раде Аграрный день, нардебы поддержали создание в Украине семейных фермерских хозяйств и ввели требования к маркировке органической продукции. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Владимир Самченков, Геннадий Аникенко. Подробности телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова